По народному ополчению. Знаете, что меня подтолкнуло к этой идее? Несколько лет назад, когда создавали территориальную оборону, я говорил, что территориалов надо создать и учить их. Потому что никто не будет защищать свой дом так, как ты, если это твой дом. Это услышали, видимо, в Украине. Но вы видели, как они раздавали оружие? Этого быть не должно. Все наши территориалы, они приписаны в батальоны, полки организованы. Мы знаем их фамилии, мы знаем, все знаем их данные, и оружие им заготовлено. На каждый батальон, на каждый район. Вот Украина опять опыт. Оказалось, этого недостаточно. Не хватает людей. Они берут людей, 60-70 лет, то есть, что ходят, оружие дают, на здоровье, иди на фронт. Пушечное мясо. Пришли, его застрелили. Он уже не умеет пользоваться этим оружием. Я подумал, что нам, на всякий случай, надо при каждом сельском совете иметь вот это, назвал я его народное ополчение, эту группу людей. Это будет немного. Ну, может, 50 человек. Но они тоже должны иметь свое оружие где-то на складе. Мы их призываем для обучения. Они взяли свой автомат. Это в основном автомат, гранатомет, пистолет. Что, они на танках будут ездить? Нет. Вот, чтобы могли защитить свой дом. Я вам больше скажу. Вчера я не зря пригласил Игоря Шуневича, же военный человек. Давай-ка, дорогой мой, хотя бы тысяч пять. Это отличные стрелки. Отличные. Мы подумаем о том, как их довооружить. Он говорит, нет, не надо, у нас все есть. А совсем недавно, наверное, вы знаете, я поручил МЧС. Ребята здоровые, красавцы, мужественные. Ну, из тех тысяч, которые пожары тушат и прочее, и другие, вы можете две тысячи сформировать? Пришли, посчитали, можем больше, и больше пока не надо. Вот две тысячи, мы им уже оружие, все. Выделили их, начинаем готовить. Как только что-то начнется, кнопку нажал, две тысячи там, пять тысяч этих. Это какой-то аналог партизанского движения, такого организованного? Оно может превратиться и в партизанское движение. Он может открытый характер иметь, а может и превратиться в партизанское движение. Народное это ополчение может быть резервом для территориальной обороны.